так это очередная серия неправильных обзоров ножей в предыдущем пятом обзоре я вам показывал ножи которые ну большие по размеру этот пятый обзор он как бы открывал серию обзоров ножевых извращений и там как бы были представлены даже которые ну монструозные корину большие по размеру и тем не менее смотря на свои большие размеры на жизнь 5 обзоре имели какой-то ну определенный функционал то есть вы могли бы пользоваться и как ножом так она задумывалась с некорды без даже из пятого обзора даже сходил с собой не были у меня на кармане какое-то время и те ножи они как бы имеют право до существования потому что ну и функционал он как бы его можно было наблюдать их можно использовать те ножи были для каких-то там определенных цель да там пусть он сувенирный нож но с ролью того что ты его поставил на витринку он справлялся отлично несмотря на то что там такие у него большие размеры сейчас я покажу вам ножи которые относятся тоже категории ножевых извращений и которых просто не должно было быть это ножи в которых здравый смысл был побежден там здравый смысл проиграл проиграл там я не знаю каким-то там представлением их авторов об топ как он должен быть нож то есть те кто делали эти даже они как бы имели свои представления о том каким должен быть нож но эти их представления и здравый смысл они вообще не рядом типичный пример такого вот инструмента где функционал победил здравый смысл это вот такой вот мультитулс то есть здесь есть молоток здесь есть топор здесь есть вот такие пассатижи кусачки не знаю как здесь еще из 5 инструментов типа там лезвия отвертки и так далее почему в этом мультитулсы здравый смысл проиграл ну потому что люди которые вы делали они эти мультитулсом никогда не пользовались вот этот вот топорик который здесь непонятно зачем мне понятно зачем она непонятно зачем он мультитулсы в этом он просто ну это просто ересь представим себе ситуацию что вы этот мультитулс кладете с остальными инструментами они лежат в ящике и вот в этом ящике начинаете что-то рыть ваши пальцы попадая по этому вот не на топорику они как бы получают повреждения об него можно порезаться он достаточно острый то есть вложить этот мультитулс стальными инструментами смысла никакого нет в эти воды вы в него можете порезаться потом как его держать ты постоянно натыкаешься вот сюда то сюда то сюда это открытая кромка в которую постоянно режетесь наглядный пример здесь внутри есть вот эти вот вот эти вот всякие инструменты которые нужно достать представьте себе что вы захотели пользоваться этой отверткой когда вы пользуетесь отверткой вы собираете с нож вот так вот крутить и когда вы собираетесь вот так вот крутить грубо говоря вот что происходит видите происходит то что вот эта часть топорика она вот здесь вот по руке проходит когда вы пытаетесь пользоваться отверткой как этот нож держать вообще не понятно то есть этот мультитулс этот мультитулс это просто порождение какого-то но абсолютного представления непрактичности даже непрактичности мультитулс товарищи которые это делали китайские они просто накидали максимум инструментов что можно в этот корпус не задумываясь как вот эти все можно будет пользоваться есть много чего есть есть много чего есть вот такая вот много чего есть но все это острая обо все это режешься и при попытке это использовать ваш это полный это это вот этого даже в природе не должно было существовать понятно что его сделали то есть как бы понятны причины почему его сделали таким потому что людям нужно выделиться то есть товар который ты производишь он должен выделяться на фоне так сказать остальных и так как остальных мультитулсов по логичной причине нету топора вот здесь вот его решили добавить при этом убив весь функционал что только может быть у мультитулса потому что когда у тебя топор вот здесь вот пользоваться будет титулсом небезопасно то есть ну невозможно пользоваться не его нельзя не положить куда-то где ты его можно достать потому что там где ты постоянно роешь ты копаешься ты режешься об эту часть топорного его нельзя использовать потому что постоянно вот эти вот уголки вот эти вот руками задеваешь и конечно думал это полный газового так сказать песец такой ложь не должен был существовать но есть еще примеры функциональных ножей которые ну мягко говоря по своим дизайнерским так сказать особенностями это сказать по своему функционал тоже сильно так сказать вот смотрите сюда вот такой вот ножичек это фиксер это лезвие не складывается но оно такое значит здесь такой вот вот страстно лезвие типа зон убивал то у него есть какой-то какой-то функционал у него есть то есть какие-то вот здесь у типа гвозди дёра то есть это что-то там лопатой можно использовать это типа нож вот нож типа для выживания где-то там в каких-то там веках стимпанков ских видим что здесь вот если так его просто вот так вот я возьму то есть ножичек вот ножичек на самом деле выглядит неплохо неплохо выглядит на картинке вот это вот все что здесь сделано это сделано для того чтобы он красиво выглядел на картинке когда вы лазите по каким-то китайским сайтом с ножами что вы посмотрели такие блин стимпанк вот я его взял в руки я что-то буду типа это это же круто на самом деле ничего в этом ноже еще в этом даже нету от логики от здравого смысла в этом даже ничего нет теоретически его нужно использовать следующему вот этот защелка отщелкивается и снизу снизу вот эта вот часть она каким-то образом должна сейчас одной рукой это нельзя сделать сделаем двумя руками сделаем двумя руками за кадром каким-то образом каким-то образом каким-то образом я что-то с ним должен сделать что же с ним должен сделать и каким образом работать не будем а вот здесь вот есть такая вот пинка который надо поднять и после этого нож должен раскрыться это раскроем ну пинку подняли я просто разбирал снимала все вот эти вот части душа я значит сделаю с ним что-то 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 с ним можно сделать потому что уже с ним все сделали видео после этого его собрать не могу ну-ка ну я молодец короче этот нож и так был куском непонятно чего теперь еще вот чтоб я его о каким-то не по вот она вот верхняя часть от него отошла теперь будем думать как сделать так чтобы она пришла в нужное место самом деле она здесь ходит на каком-то о все вот вот здесь вот она ходит вот здесь есть какой-то шарнирчик и нож раскрывается вот такие вот образом вы спросите дофига он таким образом раскрывается то все просто пять таки нет не все просто значит вам нужно дождь привести в такое положение затем вот эту пипку вот она ходит вот туда сюда затем вот эту пипку нужно зафиксировать вот фиксанули после этого фиксанули бы это тоже можем использовать вот так вот например того чтобы откусить топор вот вам не нравится чтобы у прошлого этот есть какие-то элементы вы просто вот так вот делаете если там дерево это деревяшка то как бы может отпустить это можно отпустить палец и вот делать следующим образом вывод как секатор используйте ребята это такой идиотизм такая такая байда что блин вот это вот мультитул с топором это еще цветочки это это такая легкая шиза вот это вот полная паранойя сделать из нажать секатор односторонний типа для того чтобы резать веточку когда здесь никакого усилия нормальную веточку перерезать не буду не хватает чем этот как бы ну это 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 паранойя выглядит со стороны участие разберу обратно соберу собрать обратно вот я у собрал обратно со стороны это конечно выглядит шикарно и 5 кину вот его надо подвинуть вытащить вот эти вот зубе из этой цепки вот когда вы зубе вынимаете из этой цепки вы можете дичью часть уже приподнять и получить вот такой вот вот такой вот кошмарчик сюда вот его понятно если типа вы не знаю там для чего это вот не работает потому что сцепка здесь слишком короче фигня этого даже в природе быть не должно я ответил вот этот болт ответил вот этот болт ответил этот звездочку результате получилось только вот это лезет статьи вот с тонкой рукоятью и это это вот вот вся рукоять вот она то есть если на эту рукоять что-то давать тогда этим даже можно пользоваться вы получите вот этого часть которая такая реально ведь вид то есть вот но вот это рукоять это что-то приваты то что без этой примотки она и берут держится здесь вот плохо и вообще как бы эти даже пользоваться нельзя барахло барахло и так это было два примера даже два примера даже где здравый смысл был побежден неразумным функционалом то есть пытались из ножа сделать секатор для сада нос начисался пытались сделать какой-то набор инструментов которым с топором которым невозможно пользоваться здесь здравый смысл был побежден вот эти вот неразумными представлениями их создателя функционале ножа еще вот этот нож понятное дело что его сделали как бы на каких-то там всяких ну ну с приведением компьютерных технологий то есть вот эти вот туда-сюда хождение даже не просто так же надо было придумать и многие даже имеют вот такие конструктивные извращательства типичный пример конструктивных извращательств это вот вот этот ножик и вот этот ножик сразу скажу что вот этот нож он не такой то есть его в принципе в обзоре ножей которые ну как сказать в которых был потерян здравый смысл его в принципе быть не должно потому что так он ну нормальный более-менее то есть среди всех этих даже в обзоре этот обзор сам было этот нож самый логичный а вот этот нож самый опасный мало того что у него такой хищное лезвие в форме клюва и вот здесь вот у тебя палец лежит так что он всегда может задеть вот этот вот на лезвие выехать потому что держать его не очень удобно схема складывания этого ножа это это отдельный пипец то есть по идее вот здесь вот в лезвии есть вырезка вы . и вот когда вы вот так вот его складываете он должен фиксироваться где-то где-то должен фиксироваться и после этого вы можете на эту клипсу вешать себе эту маленькую клипсу вешать себе на свой маленький полис потому что у вас определенно очень маленький мозг если вы такой себе купили как он открывается вот так вот чисто теоретически это за это потянуть тогда вот спереди вылазит эта штука и вот мы защелкиваем рукоять вот здесь вот это пипец какой опасный нож причина когда вы его сложили вот таким вот образом его фиксатор находится вот здесь вот есть этот фиксатор а фиксатору свободный то есть хочу есть хочу дед то есть у фиксатора нету какого-то зафиксировано положение где пригорает из-за того что вот такой вот выпускает санья это санья как назвали так и есть в общем эта штука должна типа фиксировать этот нож чтобы когда он у вас на поясе он защитить типа не открывался но если этот фиксатор вы не установили если этот фиксатор каким-то образом откололся отвалился от своего положения нож сразу же вылазит и вы начинаете об эту острую часть царапаться то есть все удовольствия порезав с этим даже вы получаете сразу лезвие очень хищная очень острая и об него порезаться ну как два пальца об санью так сказать таких ножей вот право даже стоять не хочет таких ножей вообще не должно было быть в природе я понимаю конструкторская мысль это все как бы это все почетно зачетно вот такую фигню будут покупать потому что кто-то там из дизайнеров это разработал когда на китайцы это повторили своими кривыми ручками но это не работает это это вот пример того как можно инструмент который вы точно порежетесь этим даже вы порежете сто процентов то есть то есть ну конструкторская мысль в на примере этого дожла ушла далеко от логики и смысла никакого вообще нету зачем нож который нить и режет не то что ты хочешь порезать а режет тебя из-за того что вот из придумали такое конструктивное извращение ну сделайте вы нормальный нож черт возьми зачем такое я знаю зачем вот это вот делают по той же самой причине вот по той же самой причине почему вот сюда вот вставили топор на рынке представлена куча ножей среди этой кучи даже надо своим даже как-то выделить что кто-то кто-то особенно талантливый особенно так кто-то особенно особенно его купил вот такие вот ножи вот как вот это вот это покупают особенно особенные люди которые просто но вообще не знают что такое что им еще купить у них уже все есть и вот для полного счастья мне хватает вот такого вот не до ножа типа секатора блин я не знаю я не знаешь что я это купил прошли в коллекции меня коллекция ножей многопланово многопланово среди этих многоплановых тоже есть тоже который вот как в данном обзоре у которых утрачен здравый смысл вот этот нож вот в эту коллекцию не совсем входят опять-таки мы видим что он сделан как-то ну ну понятно дело что сделал каким-то там достаточно с приведением конструктивной мысли потому что не сразу понятно как его открыть вот сразу понятно что ты получаешь в результате хотя в результате ты получаешь достаточно прикольную штуку вот я вот так вот положу чтобы вы видели штука прикольная в руке лежит так как ну угловато то есть вот здесь вот эта часть тебе упирается в углу в луку не очень удобно но в принципе как бы в этом наше какие-то идеи вы выдержаны непонятно зачем на вытачке вот это вот желоб по идее как бы он убьет этот желоб должен помочь так сказать проходить складывается этот нож вот за это вот потянул нож одной рукой здесь вот расщелкнулся этот механизм вот он щелкнулся и вы уже можете пользоваться а вот он расщелкнулся и затем нож вы вот так вот складывать и это сделать за кадром пош одной рукой это сделать нельзя раскрыть его одной рукой можно только вот если вы пользуетесь методом обратного открывания и на этом даже метода обратного открывания работает хорошо то есть он сразу ставится в нужное положение вот он у вас я него не перехватывал еще раз чтоб закрыть вторая рука нужно а чтоб открыть нет все нож открыт выглядит красиво этим ножом в принципе пользоваться можно здесь также есть вот это хищное лезвие вот с этой заточкой в никуда которая ну не предполагает что вы будете дождем ковыряться то есть в принципе вообще вот это можно сточить как будто full thunder чтобы ну вообще проходила как бы по полной программе это дождь втыкатель так сказать его разрабатывали чтоб втыкать его куда-то резать этим даже в дуфу то есть если вы хотите даже обрезать вот этого части быть вообще не до что как бы это нужно все сточить если вы хотите даже обрезать резать этот нож будет плохо потому что вы начинаете отсюда потом какой-то этот переход а вот здесь вот уже как бодрец не будет эта часть идет для втыкания и ну как втыкатель как такой с дизайном этот втыкатель имеет право на жизнь в отличие от остальных ножей которые в этом обзоре представлены пока под сложить его сложить его достаточно сложно открыть открыть пожалуйста вот открылся этот нож еще более-менее им еще как то можно пользоваться естественно какие-то китайские реплики каких-то там непонятно дизайнерских всяких моделей но как бы что есть то есть китай выпускают много чего и следующая модель который быть не должно это вот этот нож этот нож собрал себе все что я не люблю в ножах то есть есть вещи которые ты не любишь ножах и вот есть вещи в которых все что ты не любишь она вот так вместе подокидато я не люблю селейторы селейторы вот эти вот пилки на лезвиях который типа режут веревку хрень хрень точится фигово как его шостнил непонятно рукоять тонкая слайдер локов с тонким лайнер локов я не люблю лайнер локи один я надежный лезвие собрано вот сам нож собран некачественно не слышно как он стучит то вот есть вот вот здесь вот ход лезвие я просто чувствую когда вы не беру руками сама вот эта вот архитектура вот это вот конструкция лезвие вот как это режущая кромка устроена это это не для резки и этот нож не лом потому что во первых лайнер лок собрана хреново хотя вот это лезвие такое массивно дойдем из какое-то покрытие непонятно для чего то есть здесь если дизайнерские изыски типа докладка под твою под череп и здесь есть какая-то луна какие-то вот волки я не знаю там птички какие-то какие-то там я не знаю что это но как им пользоваться поставить его где-то в коллекцию это это тупизм то есть представьте себе что вот это стоит на полке среди остальных ножей и люди такие проходят что это за кич такой что это за кич держать в руке его неудобно что пальцы отсюда слазят это все металлическое на все скользко отсюда здесь есть упор здесь упора нет он вылазит вперед из вашей руки резать им хреново здесь маленькая резающая кромка и и недостаточно по длине тыкать этим ножом невозможно потому что он имеет такую геометрию которая не для втыка ломать недостаточно веса функции в этом даже ноль то что его покрыли какими-то там изображениями еще больше ухудшает его функционал потому что если будете им пользоваться эти убрать эти изображения будут царапаться и будут исчезать 8 чисто чисто выпуская такие даже в поле в надежде что найдутся какие-то неразумные абсолютно у эти как бы сошиблены мозга покупатели которые но купят вот чисто из-за красоты я в нем красоты не вижу это уродская кичевая хрень ну как такое можно купить да я его купил на его получил нагрузку к ножу это получалось что ты мог выбрать из этой серии даже и я выбрал просто в бесплатных нагрузку нажал следующий нож который не должен был существовать это пример того что происходит когда на ножи накладывают законодательное ограничение хороший нож вот для примеров более-менее такой хороший нож вот здесь видаш его создавали там свободно мыслящие люди которые с компьютером которые там сели в каде что-то начертили возможно же надо на 3d принтере это распечатали и в результате не получился такой вот красивенький нож ну которого есть какой-то функционал то есть ну как бы есть видно что вы делали свободно без 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 оглядки на какие-то ограничения связаны с законодательством вот этот нож этот вот этот нож это нож у которого нет замка дело в том что во многих странах наши с замком считаются вне закона с ними нельзя ходить чтобы это законодательное ограничение входить дело сделано вот такие вот ножи принцип какой ты пальцем здесь держишь его так вот режешь я нажим пользуюсь как ломом мне замок необходим всякие там японские сам вот эти вот и золкали на санраема нет это итальянское что там всякие как же не называть японский лыжи который открывать сикика море какие-то я не знаю в общем наши которые открываются вот таким вот образом и не имеют замка это ересь ими можно резать то есть этот нож сделать то что там бумагу резать картон но когда вы это делаете вы это должны делать крайне осторожно потому что какие-то работы вот видите я его чуть-чуть подвинул уже спускается здесь хорошая сталь здесь сталь d2 то есть то что то что должно работать это рабочая сталь здесь вот этот вот самая заточка заточка выполнена неплохо но ответьте достаточно его взять за лезвие нужно здесь вот подскакивать и вот сюда вот когда ходишь ты можешь повредить себе руку такие даже которые были конструктивно ограничены законодательством стран где они выпускаются или стран где планируется их продажа продажи эти даже уже ущербны то есть когда делают нож должна быть максимальная свобода полет мысли когда тебя чем-то ограничивают получается вот такая фигня единство что должно ограничить этот здравый смысл уже если здравый смысл при создании даже не ограничивает вы получаете вот такую вот вот такую вот байду вот такую вот байду я не знаю вот такую вот байду здесь здравый смысл слишком свободный но когда здравый смысл ограничивают законодательно получается даже которым невозможно пользоваться до смысл ограничения ножа в том чтобы их не можно было пользоваться как ножом что Вот так тыкнуть нельзя, что можно вот только вот так вот резать Но это ж неудобно Я хочу что-то подковырнуть, а он вот так вот взял Сложился от мельчайшего движения Вот, я его даже Я его даже зафиксировать не могу Ножи, у которых нет замка Которые надо пальцем держать Или еще как-то Не имеют права до существования Это отстой Итак Здесь слишком много креатива Здесь тоже кто-то работал первый раз с кадром Или вот здесь вот с кадром кто-то начал работать И накреативил как хотел Но есть ножи, которые Не должны существовать, потому что Они Потому что они подделки под ножи А подделок быть не должно У меня есть коллекция детских подделок По мотивам баков Типичная подделка Это вот такой вот нож С надписью БАК То есть Этот нож типа с претензией на EDC Вот в руке вот так более Здесь есть Уже как говорится Традиционный Стеклобой Есть какие-то там вот Ну что его можно поддержать Опять-таки вот эта выточка Которая здесь Вот мы уже видели Где-то Что мол типа Если Если протыкать Но Блин Этот нож не должен был существовать Потому что Это подделка под БАК Зачем здесь написали БАК Ну не написали бы здесь БАК Был бы нормальный Нет Они блин Написали БАК А они значит Накрепали вот таких вот Коробочек Которая Ну блин Она явно видно Что это подделка Цвета даже не выдержан Вот этот желтый цвет Это не тот желтый цвет БАК Сейчас я покажу Вот БАКовский желтый цвет Возможно на камере Это не очень хорошо видно Давайте Вот так вот поднесем Может теперь Теперь это будет Более четко понятно БАКовский Оригинальный желтый цвет И неоригинальный Желтый цвет Который типа Под БАК Вернем коробочку Вернем фокус людям Итак Вернем фокус в видео Итак Коробочка Фальшивая Надпись БАК Вообще ни на чем Конструкция Как будто этот нож Не доделали То есть Вот эта вот вырезка Я понимаю Что вот этот вот Зачем Зачем эта выточка Вот здесь вот Воронение Хорошо Лайнер лок Я его не люблю Но БОКС То есть В принципе Если бы на этом Ноже не было написано Что это нож БАК Его не продавали Как БАК За 3 рубля За 3 евро Вы можете купить Вот такой вот Типа БАК Я вот тоже получил На этот Как оно называется В нагрузку К другим ножам Которые я обычно покупаю Ну Не будь здесь надписи БАК Он бы был бы более-менее Его можно бы сказать Да Это типа EDC Тут есть какие-то вставки Из дерева Ну Вот здесь клипса Какая-то вешалась Которой уже нет Ну в принципе Темняк можно поставить То есть Ну Он бы Был бы в нем Какой-то смысл Но смысл этого ножа Вот так вот Как его Производитель Производит В том Чтобы покупателя Надурить Чтобы выдать Обычный нож Зафирменный И Этого быть не должно То есть Нельзя поощрять людей Которые делают Подделки Да Вот это вот Вот где оно там Вот это вот Это тоже подделка По большому счету Потому что люди повторили Конструкцию Которую значит Не они придумали Эту конструкцию повторили За каким-то там Дизайнером То же самое Вот здесь Вот Этот вот нож Он тоже Типа Был разработан Дизайнером А китайцы Потом эту конструкцию Повторили Попытались повторить Как смогли И в результате Защелка здесь Не работает Этот нож Превратился В Парохло Этот нож Повторили удачно Потому что Конструкция Как бы предполагает Что Ну Как бы Его можно было Удачно повторить Вот это вот Просто Написали баг На обычном Ножа И продают Его как Подделку Быть этого Не должно Я против Подделок Даже если Этим ножом Можно пользоваться Как ножом Но если На нем Написано Бак И он Продается Как Бак Это фигня Не покупайте Такое Никогда И если Видите То В общем Ну Не проповар Не это Как бы Нужно Протестовать Против этого Пусть как бы Люди Уважают Чужую Собственность По крайней мере Уважают До тех пор Пока Это То что Они на выходе Выдают Этим Можно Пользоваться Вот тоже Стылили Чужую Собственность Китайцы Но этим Можно Пользоваться Ну ладно Типа Походим Вот Это Видите Это Вытачка Новомодная И здесь Это Это же Вытачка Вот здесь Вот Ладно На этом Выпуск Зашквара О ножах Которых Не должно Было Существовать У Которые Либо Стыбренные Либо Слишком Ограниченные Вот Такие Вот Законодательно Вот Залезли Его Брать Опасно Либо Ножи Которые Вот Хреново Сконструированы Которые Сконструированы Безвкусно Ножи Которые Значит Непонятно Зачем Вообще Непонятно 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 Этих Ножей Существовать Было Не должно Но Они есть Их Можно Купить Они С рынка Скоро Исчезнут Вряд ли Вот эти Ножи Исчезнут Которые Законодательно Ограничены Но вот Ножи Которые С остыбренным Дизайном Которыми Невозможно Пользоваться У которых Функционал Непонят Которые Вообще Как бы Ну Я не знаю Что это Такое Ну Вот это Что это Такое Что это Какой это Китч То что Как говорится Слишком Трендовое То что Слишком Функциональное То что Вообще Слишком Оно Исчезнет Слишком Ограниченное Им никто Не будет Пользоваться Слишком Китчевое Ну Слишком Много Функционала Это А Зашквар Какой-то Вот Слишком Много Креатива Слишком Мало Креатива Все Что Слишком Все Это Когда Нибудь Исчезнет И Ну Единственное Что я хочу Сказать Что вы Этому Поспособствовали Чтобы Вот такую Фигню Не покупали Если Видите Что Где-то Фигня Ну Пройдите Мимо Пусть Как говорится Бог Им Судья Вот На этом Обзор Закончен Продолжение следует